Методический вопрос из стереотоксической лучевой терапии рака пристательной железы. Сергей Васильевич Канаев. Пожалуйста, Сергей Васильевич. Уважаемые коллеги, когда мы всегда говорим о стереотоксической лучевой терапии, если пытаемся сравнить результаты, полученные в разных клиниках, то мы, прежде всего, должны быть уверены в том, что мы действительно подводим к опухолему очагу ту дозу, которая, так сказать, приписана. Поэтому мы исходили из того, что одним из механизмов погрешности при стереотоксической лучевой терапии рака пристательной железы является ее смещение. Оно обусловлено именно во время сеанса облучения. Оно, в первую очередь, обусловлено, может быть, и тем, что пациент нестабильно, так сказать, находится в нестабильном положении на столе, происходит движение его от того момента, как вы его уложили в какое-то положение. И вполне понятно, что физиологическими смещениями пристательной железы во время дыхания, во время перистальтики кишечника изменяя объема формы мочевого пузыря. Ну вот, и дозиметрической подготовки к лучевой серотоксической терапии, понимая возможность изменения топографии пристательной железы во время сеанса облучения, обычно, вот, это данные 2015 года, рекомендуют формировать сетеви со стандартными оттопами от границ пристательной железы, 3 мм в передне-заднем направлении и 5 мм во всех остальных, то есть в латеральном и крайне уководальном. Целью нашей работы было провести анализ смещения предстательной железы за время сеанса проведения стереотоксической лучевой терапии и оценить влияние указанных смещений на конечное распределение дозы. В целом, были изучены величины смещения предстательной железы за 155 сеансов стереотоксической лучевой терапии. Ну вот, она проводилась в режиме, который достаточно популярен, это 5 ежедневных фракций по 7,25 грей каждая фракция. Полученные результаты позволили нам провести оценку среднего показателя смещения предстательной железы за один сеанс облучения, как в передне-заднем, крайне уководальном, так и в латеральном направлении. Ну вот, общая схема, она здесь приведена, всеми вами, я думаю, она используется. Это сначала производится под контролем имплантации золотых маркеров в предстательную железу, затем дается время для того, чтобы они там, сказать, улежались, устоялись, затем делается рентгеновская компьютерная томография на специализированном томографе в положении лечебной укладки, потом происходит слияние и изображение МРТ и КТ, поскольку железа совершенно по разной величине выглядит на МРТ и КТ, и точное позиционирование на конец мишени. И после этого только происходит планирование. Ну вот, благодаря маркерам значительно легче все это производить. Томопометрическую, топометрическую, рентгеновскую компьютерную томографию мы выполняли на плоской деке виртуального компьютерного симулятора с самотом-дефинишем, который специально предназначен для предлучевой терапии с широким кольцом в гентре и в положении лечебной укладки с фиксированными на коже больного светоотражающими сферами. Значит, ну вот такой томограф стандартный и понятно, что он с плоской доской и дает возможность все спланировать в том же положении, в котором больной будет лежать на столе. Планирование сеансов обучения мы осуществляли на трехмерной планирующей системе «Эклипс». После завершения планирования осуществлялась передача лечебного плана информации о топографии рентгеноконтрастных меток в интеллектуальную систему ускорителя «Навалис». При формировании стандартного объема обучения при формировании объема обучения от СИТВИ использовали стандартное отклонение 3 мм в переднем и заднем направлении и 5 мм во всех остальных. Значит, во время обучения стабильность положения пациента на столе отслеживалась с помощью специальных сфер, которые фиксировались на коже пациента, и инфракрасная система наблюдения за подвижностью этих сфер. Допустимые пределы смещения, то есть 3 см в любую сторону пациента на столе не были нарушены ни в одном случае, что позволило не прерывать сеанса стереотоксической лучевой терапии и включить его в эти 155, которые мы... Вот вы видите эти отражающие отражающие сферы на больном во время предлучивания, в тот момент, когда больной лежит уже на столе. И контроль за положением этих сфер при пациенте на столе осуществился в режиме непрерывно инфрактастного мониторинга и предупреждение, если что-то случалось, то звучал визуальный сигнал тревоги при чрезмерном помещении пациента. Ну и дальше шло стандартное документирование, которое принято в таких вот случаях. Облучение проводилось на... на Валисе. Это, так сказать, ну, своеобразная комбинация. Это стол от Баррелин-Лаб. И тут, разумеется, компьютерный томограф в полночном пучке. Перед каждым сеансом после укладки пациента на столе ускорителя и выведения из-за центра по наружной маркировке, которая выносилась на кожные бокровы пациента, выполнялась укладочная рентгеновская компьютерная томография в полночном пучке. На основании полученных компьютерных данных рентгеновских осуществлялась корректировка положения из-за центра по трём или более маркерам, которые были расположены в предстательной железе. То пациент из-за центра по отношению к маркерам рассматривалось как референтное. Непосредственно после завершения каждого сеанса облучения выполнялась повторная рентгеновская компьютерная томография в компьютерном пачке и определилась топография маркеров и на основании полученных данных рассчитывалось смещение мишени по отношению к её позиции в начале сеанса облучения. Полученные данные рассматривались нами как интегральный и интегральный показатель смещения предстательной железы за время каждого сеанса облучения. Ну вот среднее смещение предстательной железы вы видите в передне-заднем направлении это вот синий цвет в плане около дальнем красный и зелёный свет в латеральном. Если всё это привести к цифрам то у нас получилось следующее что в передне-заднем направлении это 1,3 плюс 1,3 млн. это в кране уполудальном порядка 1,3 млн. И в латеральном тоже порядка 1,3 млн. Вот учитывая сложное поистерево-токсическую лучевую терапию мы сочли возможным делать менее значительное отступление от сети передне-заднем направлении 1,3 млн. Ну вот в данном случае план для облучения рака подседательной железы с минимальными уступами в передне-заднем направлении 1 мм в остальных 3 млн. Ну вот желтый контур это контур подседательной железы красный цвет 100% и изодоза и синий цвет 80% изодоза вы видите достаточно хорошее распределение когда мы сделали соответствующие кривые чтобы посмотреть что же получается то выяснилось что распределение дозы при проведении стереотоксической лучевой терапии с минимальными отступами способствует уменьшению вот это показывает вот эта вот стрелочка вот на ней не кривой примерно способствует уменьшению на 16% объема прямой кишки попадающей в 80% изодозу конечно вообще радикально вопрос может быть решен и с использованием всего того то что только что я сказал и также если использовать биодеградирующие спинцеры которые мы тоже широко используем они во первых позволяют значительно снизить нагрузку на прямой пешке могут быть установлены под местной анестезией ну и время установки не является уж таким большим к чему к чему это к чему это приводит это приводит к тому что вот в данном случае вы видите что ну предстательная железа вот она охвачена стопроцентной изодозой синяя это там где бы располагалась прямая кишка если бы не был введен спинцер и желтая это там где она реально находится то есть как вы видите она очень резко уходит от предстательной железы в результате этого на гистограммах прекрасно видно снижение дозы напрямую кишку которая практически достигает в ряде случаев 50-40 процентов благодарю вас за внимание Сергей Ильич я обещал спасибо Сергей Васильевич пожалуйста вопросы Сергей Ильич пожалуйста вы в течение уже последних когда начали использовать высокотехнологичные варианты лечебной крови практически перестали обращать внимание на серьезные после лечебной повреждения прямой кишки которые отсутствуют и сегодня 3-4 процента реакции второй степени повреждения это стандарт есть ли смысл сейчас менять нам отступ по 5-ти до 1 миллиметр ну я могу ответить так что если это чужой дядя не имеет смысла менять как попал 4-4 процента это не так много а если это все таки свой человек больной за которого ты болеешь то конечно даже и он попал в эти 4 процента это все равно очень плохо и все что я говорил о технологии вот этого процесса топометрической подготовки и подведения именно той дозы к опухоли которую мы планируем с максимальным бережным отношением прямой кишки оно именно на это и направлено поэтому вопрос только в том что существует заболевание у одного скажем человека встречающегося на весь Санкт-Петербург и тем не менее он должен быть обеспечен лекарством так же здесь все должно быть сделано соответственно образом ну это первая часть вопроса вторая такая нас гораздо больше беспокоит повреждение урета серьезные пытались вы ли вы реализовать методики наподобие бублика или кольца которые сегодня нет данного исследования речь пока шла только о реальном смещении представительной железы смещениях да такие реализация подобных методик в принципе возможны спасибо пожалуйста еще вопросы Сергей Васильевич у всех пациентов используете биодеградирующие баллоны нет конечно не у всех биодеградирующие баллоны в общем не такая простая вещь и если с прямой кишкой чуть-чуть что-то не так то безусловно мы используем биодеградирующие баллоны во вторых в тот момент когда он у нас есть мы тоже его используем если в этот момент нет то мы пользуемся той методикой которую я достаточно подробно изложил это не так что-то не так что-то не так Продолжение следует...